Так, доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее утро! И мы продолжаем изучать Мишлей. Сегодня последний день, перейдем к Типурам. И мы перейдем к Типурам, вот сегодня как раз набираем заповеди, силы, для того, чтобы удостоиться, удостоиться, очиститься. Сегодня прям очень важный день, наступает вечером. И мы как раз не прерваем цикл изучения Торы, потому что с чем еще мы можем прийти к Всевышнему на суд? Только с Торой, добрыми делами и молитвой. Хорошо, значит, всем привет, шалом, доброе утро! У нас сегодня эфир на Фейсбуке и на Инстаграме. Я решил для Ютуба не делать прямой эфир, а буду загружать видео в Ютуб. После буду записывать и загружать видео в Ютуб. Так будет и качество лучше, и удобнее, и будет лучший сигнал в Инстаграме и в Фейсбуке. Напоминаю, что у нас уроки идут каждый день с 10 до 10.30 утра. Завтра не будет урока, так как завтра Йом-Типур, это как Шаббат Шаббатов. То есть это самый святой день в году, когда полностью отключаешься от внешнего мира, полностью отключаешься от всего материального земного и превращается народ Израиля в ангелов. То есть не едят, не пьют и целый день молятся, стоят в синагогах, одеты в белые такие халаты, в которых хоронят. Это тоже такая метафора, намек на то, что ты понимаешь, что ты в любой момент можешь уйти на небо. И вопрос, с чем ты туда придешь. И Йом-Типур это такой день, когда делают такой процесс, называется тшува, раскаяние. То есть ты раскаиваешься в каких-то своих старых поступках. Ляк-зорбы тшува, это вернуться называется, вернуться к возвращению. То есть ты возвращаешься в исходную свою позицию. И очень важно, вот я сейчас только перед уроком прочитал, Раф Бензон Зильбер, он приводил пример, что очень важно взять на себя какое-то новое обязательство, какое-то новое вот в служении Всевышнему ежедневное какое-то действие. И это новое ежедневное действие сделает тебя новым человеком. Это очень такая интересная идея, что человек состоит из, как есть такое выражение, что действие, оно, повторяющееся действие рождает привычку. Привычки человека составляют его характер, а характер, он рождает его судьбу. И получается, что изменив, создав одну новую привычку, одну новую вещь, что ты делаешь каждый день в служении Всевышнему, ты этим самым, ты меняешь свою судьбу на будущий год, то есть ты становишься новый человек. А кто это? А это человек, который начал делать что-то новое для Всевышнего, оп, и судьба изменилась. Поэтому всем советую сесть, подумать, это должно быть какое-то минимальное, но ежедневное действие, которое полностью меняет статус, статус человека, и он достаивается нового года, чистого года, то есть он новый человек. То, что было раньше, оно заканчивается как раз завтра вечером. Хорошо, мы продолжаем изучать Мишлей, потому что изучение Тора это самая главная заповедь, потому что без того, чтобы знать, что Бог от тебя хочет, ты не можешь ничего делать. То есть ты можешь догадываться, можешь придумывать себе любые системы, мировоззрение и так далее, но по факту Бог сообщил человеку, что он от него хочет через Тору. Через Тору. Значит, что вот был вопрос, что является ежедневным действием, которое можно сделать для Всевышнего. Например, тот, кто не говорил благословения на еду, он может для себя взять, что я каждый, вот в будущем году, я буду перед тем, как я кушаю, благодарить Всевышнего за ту еду, которую он мне дал. Например, это благословение. Или после еды можно благословение. Буду после еды благословлять. Или каждый день буду делать одно доброе дело, кому-то бескорыстная помощь. Это то, что войдет в привычку. Или можно кому-то говорить приятные слова. Это тоже добро. Это те, которые уже соблюдают, например, кто еще не одевает филин, если это евреи-мужчины. Буду каждый день одевать филин, кроме шабата, естественно. Кто-то, например, может на себя взять, соблюдать шабат, если он еще не соблюдал шабат. И так далее. Самая очень крутая и простая вещь, понятная, это каждый день давать какую-то денежку на милостыню. Например, доллар в день на милостыню. За год это 365 долларов. Но это каждый день ты даешь себе установку, что я даю одну монетку, одну денежку на благотворительность. То есть я беру от себя и отдаю другим. Это тоже, но это должно быть вот такое какое-то решение, что-то в себе изменить на ежедневной основе. Хорошо. Теперь, значит, мы дошли до 23 глава, отрывок номер 6. Говорит нам царь Соломон. Не кушай хлеб с злого глаза. Человека со злым глазом. Значит, не кушай хлеб человека со злым глазом. В аль титав лима тааматав. И не вожелай явств его. Не вожелай явств его. Что имеется в виду? Значит, есть люди, у которых злой глаз. Айн-Ра. На ювелике это звучит Айн-Ра. Значит, что такое Айн-Ра, злой глаз? Что это такое? Да, значит, есть здесь, у каждого человека есть некие фильтры, сквозь которые он смотрит на окружающий мир. Например, самое простое деление, это мы знаем, оптимисты и пессимисты. То есть, примером этого является описание, когда человек смотрит на стакан, в котором есть вот стакан, 200 грамм, в нем 100 грамм воды. Значит, смотрит на него человек со злым глазом, и он говорит, эх, говорит он, это полупустой стакан. То есть, он обращает внимание на пустоту. Он может также обратить внимание, что он старый этот стакан, грязный. Он может обратить внимание, что тот, кто его держит, он выглядит как-то, у него есть какое-то пятно там на глазу и так далее. То есть, злой глаз это тот, кто во всем окружающем мире, он его интерпретирует со стороны зла. То есть, он ищет в нем негатив, ищет зло. Теперь, добрый глаз. Добрый глаз это что? Добрый глаз это когда человек интерпретирует, наоборот, все в лучшую сторону. То есть, он интерпретирует все в полуполный стакан. Стакан не старый, а древний, античный такой стакан, антикварный. Значит, у человека пятно есть на глазу, но самое же главное это не пятно, а самое главное, что глаз-то он остальной весь, он красивый такой, белый глаз. И пятнышко, оно просто из пятнышка. И так далее. То есть, это самое простое деление. Теперь, говорит нам царь Соломон, что с человеком, который с таким злым глазом, с ним нельзя кушать его хлеба. Почему? Потому что на все, что он делает, включая та еда, которую он готовит, ложится его вот это вот отношение. То есть, оно передается. Есть известная целая книга, как какой-то японец, он изучал структуру воды. И он прям говорит, вот человек говорит про клятие, вода там становится какая-то хаотичная. Говорит благословение. Вот она выглядит внутри ее структура, как снежинки, структура молекул этих воды. То есть, есть целое исследование научное, что как добрые слова меняют структуру воды. И как злые слова меняют структуру воды. А царь Соломон нам еще давно сказал, вот шестой отрывок, что когда особенно человек готовит хлеб, когда человек готовит хлеб, то на хлеб записывается его психологическое состояние. Поэтому те люди, которые вот есть целая процедура, как женщины, религиозные в рейсии женщины, они готовят халы на шаббат, и они отделяют эту халу, они там месят это тесто. Вот у нас есть очень близкие друзья, это раввин такой Равханох Лернер и Хан Лернер. И вот она на шаббат уже много лет, она делает халы, и она эти халы там замешивает каким-то особым образом. И все люди, которые к ней приходят на шаббат, они едят эти халы, и они как бы набираются от них святости. То есть, они цадики, настоящие праведники. А царь Соломон говорит, вот не кушай хлеба человека со злым глазом. Почему? Потому что он на этот хлеб записал свою вот эту вот злость. Понятно, да? Теперь седьмой отрывок, он нам объясняет эту же идею. Седьмой отрывок, он говорит. Тикмо шарбы навшоу, кэн у. Как ворота в его душе дословно переводится. Как ворота в его душе. Так же и он. Он тебе скажет, кушай и пей. А сердце его не с тобою. Не с ним. Ба, балимах, не с тобой. Да, не с тобой. Что имеется в виду? Что он даже, человек со злым глазом, он тебе может сказать, ешь, пей. Но в сердце он жалеет, ненавидит, переживает. И он, значит, и что будет? Восьмой отрывок объясняет царь Самон, что в итоге будет. Питха, Ахальта, Татьяна. То есть то, что ты съел кусок хлеба, который от него взял, ты все равно его изблюешь. Переводят так красиво на русский. То есть ты его вырвешь. Вырвешь. И ты испортишь слова свои приятные. Значит, здесь тоже очень интересная вещь. Что если у человека злой глаз, то вот ты ему говоришь какие-то приятные слова, он их интерпретирует плохо. Ты ему говоришь спасибо, он интерпретирует плохо. То есть каждый человек живет не в мире реальности, а в мире интерпретации. Это мы опять же на примере со стаканом, мы видим, что кто прав из них, пессимист или оптимист. Здесь нет права или не права. То есть оба описывают картину, каждый со своей точки зрения, каждый со своей интерпретацией. И тот прав, потому что стакан действительно он полупустой. И тот прав, стакан действительно полуполный. Но каждый при этом создает свою реальность для себя. А здесь нам царь Соломон указывает, что он создает эту реальность не только для себя. Он ее создает для всех окружающих людей, потому что вот эта картина мира, она передается и она формирует окружающий мир. Например, сейчас в Израиле, например, карантин. Карантин и действительно карантин. Полностью закрыли страну, все. Теперь цифры, на тот момент, когда страну закрыли, было 140 человек тяжелобольных в день. 140 человек, подключенных к аппаратам. Теперь каждый день увеличивали количество тестов. И каждый день, увеличивая количество тестов, значит, увеличивалось количество тех, у кого обнаружили вирус. На сегодня это уже 8 тысяч человек. 8 тысяч человек. То есть на тот момент, когда начиналась вся эта история, было 2 тысячи. Сейчас в 4 раза поднялось количество обнаруженных больных коронавирусом. Количество тяжелобольных, подключенных к аппаратам, увеличилось не в 4 раза, как можно было бы ожидать. Оно увеличилось со 140 до 200 человек, на 60 человек. То есть оно увеличилось на 30%, например. Но не в 4 раза, не на 400%, как обнаружено количество больных, а всего лишь в 10 раз меньше увеличилось количество больных, подключенным к аппаратам. Теперь, ну мы-то знаем законы психосоматики. Сколько людей сходят с ума от страха перед болезнью. Когда человек находится в постоянном стрессе, есть то же самое, пример со стаканом воды, который приводит в стресс. Как-то один психолог, преподаватель психологии, он хотел объяснить, что такое стресс. И он говорит человеку, студентам, вот говорит, смотрите, вот этот стакан, он полуполный или полупустой? Ну, они говорят, кто-то полуполный, кто-то полупустой. Говорят, это старая история, все знают разницу восприятия. Он говорит, а теперь я вам хочу показать, что такое стресс. Если держать этот стакан, который всего лишь весит 100 грамм, полстакана воды весит 100 грамм, да, если держать его на вытянутой руке, но держать его на вытянутой руке в течение суток, 24 часа, и все время повторять про себя, что он полупустой, то что будет? У человека отнимется рука, он заболеет. То есть даже самое маленькое беспокойство, самый маленький негатив, умноженный на ежедневное, ежечасное, ежесекундное повторение, он человека, его нервную систему уничтожает. А когда у человека есть от беспокойства и от стресса, его нервная система, она разрушена. Понятное дело, что любой микроб, который в нем в организме находится, например, у меня, у нас в семье старший сын переболел коронавирусом, он был дома, переболел коронавирусом, выздоровел, слава богу, вся остальная семья здоровая. У Ханы Лернер, у нее в семье переболела она и старший сын, вся остальная семья здоровая в одном доме, ну то есть все. То есть рост количества больных от 160 тяжелых больных до 200 подключенных к аппаратам, это следствие того, что истерия, что в день 8 тысяч обнаружено, 8 тысяч обнаружено, никто не пишет, слава богу, выздоровели, никаких последствий, выздоровели. Почему СМИ не пишут с добрым глазом позитивные новости? Почему открываешь СМИ, нет ни одной новости, как мальчик спас собаку, как выпрыгнула, там, я не знаю, спасся человек от какой-то болезни, выздоровела сегодня? Давайте новости читать. Выздоровела сегодня 100 человек от неизлечимой болезни. Мне прислали перед шаббатом очень хорошее видео, я даже моего разместим на Ваикра, история, как один парень религиозный, он ее рассказывает, говорит, я лечу в аэропорту, значит, лечу в аэропорту в Питере, и, значит, подходит ко мне другой парень, такой еврейский парень, и говорит, вот ты раввин, у тебя же борода есть, одень мне тфелин. Я ему одеваю тфелин, он говорит, одеваю я ему тфелин, и он мне говорит, скажи мне слова Тора. Я ему говорю, ты знаешь, я только сам недавно начал, я выгляжу как раввин, но по факту я еще мало Торы знаю, я тебе лучше расскажу историю, как я стал религиозным. И он говорит, я, значит, женился, мы с женой начали ходить на какие-то уроки, но, говорит, у нас не было детей, три года после свадьбы у нас не было детей вообще, мы уже по всем врачам, все, что мы делали, нету детей, все. Теперь пошел я к раввину, в синагогу говорю, что делать, есть такое Тарата Мишпахат, чистота семейной жизни, миква и так далее. И, значит, решили мы, решили мы с женой, что вот она пойдет в микву. И вот она пошла в микву, первый раз, все, пошла она в микву, и ровно через девять месяцев после миквы родился у нас ребенок. Значит, и я рассказываю, этот парень с бородой в этом видео говорит, я рассказываю этому парню в аэропорту, который пришел ко мне, попросил одеть филин, и он побледнел, покраснел, говорит, зачем ты мне это рассказываешь? Я говорю, ну как зачем? Ты попросил сказать что-то из Торы, я тебе рассказываю историю своей жизни. Тот говорит, ты знаешь, вот ты не поверишь, у нас с женой три года после свадьбы нету детей, мы уже всех врачей обходили, потеряли надежду, и тут вдруг я к тебе подхожу, один филин, и, значит, ты мне рассказываешь эту историю, это точно знак, все, он пошел, значит, с женой сделал то же самое, и он показывает ребеночка, вот, говорит, через девять месяцев у нас родился ребенок. Смотрите, таких новостей в мире их миллионы, миллионы чудесных спасений, миллионы каких-то находок, чудесных каких-то выздоровлений и так далее, миллионы. Но если мир программируют люди со злым глазом, которые программируют, что все плохо, а будет еще хуже, все плохо, а будет еще хуже, то естественно, что люди, они начинают в это верить, и, как нам сказал царь Соломон в шестом отрывке, не кушай хлеба, а хлеб это еще и, хлеб это еще обозначение информации, то есть стора это тоже хлеб, то есть человек ест хлеб, пищу, и опять же, какую пищу мы сейчас едим? Мы едим пищу переработанную, химническую пищу, не которую полезно есть, а которую выгодно продавать, то есть человек полностью порабощенный сейчас пищей, которую выгодно продавать, никого не интересует, ни здоровья людей, ничего, всех интересует заработать деньги. И информация, никого не интересует из владельцев порталов, никого не интересует реально давать информацию, всех интересует зарабатывать деньги. Если люди боятся и в панике они бегут смотреть, сколько же сегодня заболело, 8 тысяч, А, и они сидят целый день и гуглят, и смотрят, сколько же заболело, сколько заболело. Так они показывают именно это для того, чтобы больше заработать. Все. Поэтому еще раз, давайте 6, 7, 8 отрывок повторим и сделаем вывод. Аль-Тилхам Этлехам Ра Айн. Не кушай хлеба от человека со злым глазом. Злые люди, нельзя от них ни кушать, ни получать информацию. Валь-Титав Лемата Ама-Тав. И не вожелай их явств. То есть даже те явства, которые они предлагают, люди со злым глазом, они вредят. Дальше. Потому что как душа его, как душа его, главное в черете это его душа. И он тебе говорит, кушай и пей, а сердце его не с тобой, потому что он злой, и он тебя не любит, да, и он не хочет тебе добра. Так же хлеб, который ты от него возьмешь, потом ты его изблюешь, то есть ты его вырвешь, этот хлеб. И испортишь ты слова приятные твои, потому что у тебя в голове будут идти только вот эти вот плохие слова, которые ты от них получаешь. Все, дорогие друзья. Поэтому давайте заполним свою голову добром, торой, позитивными какими-то новостями. Со злыми, негативными людьми лучше не общаться, убрать их из своего окружения, максимально убрать. И внутри, наполнив себя позитивом, жизнь наполнится через это добром, светом. Значит, сейчас самый момент, сегодня последний день старого цикла. Можно все зло, все плохое, все обиды, все негативы, все оставить в прошлом году. И начать с завтрашнего дня новый цикл своей жизни. Для этого специально Йом-Кипур дается день искупления грехов. И когда ты решаешь оставить свой грех в прошлом и перестать больше грешить, главное здесь перейти на новые рельсы. От того, что ты решил что-то оставить, это еще не значит, что ты куда-то пришел. Самое главное здесь это придумать себе, создать новую модель жизни, новую модель, которая будет построена на служении Всевышнему, на изучении Тора, выполнении заповедей и на добре. Все, удачи, успехов. Гмар Хатима Тава, это говорится, чтобы была уже сегодня окончательно запечатана, хорошей печатью, судьба на будущий год. И чтобы я принято извиняться. Я извиняюсь за то, что опаздывал на уроки, иногда не проводил. Я извиняюсь, если кого-то обидел, я не хотел никого обидеть. Я просто передаю свое понимание, как я понимаю, притчи царя Соломона, Мишли и Мир. И перед теми, кого обидел, случайно извиняюсь. Все, и с будущего года буду стараться делать больше еще добра. Все, удачи, успехов. Всем пока, хорошего года. Меня простите. Так. Нельзя праздновать хлеба в людей, спасибо.